МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на нежаркую и дождливую погоду, пожары продолжаются. В период действия особого противопожарного режима запрещено посещение лесов. За исключением случаев, когда это является законным, согласно принятому постановлению. Нельзя сжигать мусор и траву, разводить костры, готовить пищу на огне. Штраф составит минимум 10 тысяч рублей. Сотрудники МЧС рейды по выявлению нарушителей проводят регулярно в СНТ и частном секторе. Сейчас любая неосторожность с огнем может привести к непоправимым последствиям. В случае обнаружения природного пожара необходимо сообщить по телефону 112. 16 мая в Тобольске завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Максим Афанасьев. Ресурсоснабжающая компания Суэнко полностью готова к предстоящим работам на теплосетях. В городе одним из наиболее крупных объектов летней ремонтной кампании является реконструкция тепловой камеры на Комсомольском проспекте. Это позволит улучшить работу системы теплоснабжения на горной части Тобольска. Также энергетики заменят устаревшую ручную запорную арматуру на современное оборудование с электрифицированным приводом. А еще выполнят устройство системы вентиляции и сливных трубопроводов. Кроме этого, в тепловой камере будут установлены регулирующие краны для наладки теплового и гидравлического режима в домах потребителей 8 микрорайона. Всего летом в Тобольске ремонт пройдет на 10 объектах. Изношенные участки тепловых сетей будут заменены на новые полиэтиленовые трубопроводы. В Тобольске начались военные учебные сборы для десятиклассников. В этом году в них примут участие почти 400 подростков и 17 общеобразовательных учреждений города. За пять дней они закрепят теоретические знания, которые школьники получают на ОБЖ. Подробнее расскажет Елена Макова. Второй взвод в количестве 34 человек с начала военных учебных сборов готов. Докладывает командир второго взвода Абтрахимов. На обязательных учебных сборах для десятиклассников все серьезно и четко, как в армии. Не классов взвод, есть свой командир. В этом году сборы должны пройти 393 учащихся из 17 общеобразовательных учреждений Тобольска. По традиции сборы начали с построения и напутственных слов. Приветствую вас с началом учебных сборов доплезной молодежи. Желаю изучать военное дело настоящим образом и быть достойными защитниками нашей страны. Я думаю, что эти учебные сборы пройдут плодотворно, интересно для вас. И мы увидим вас уже при закрытии совсем другими. Практика об этом говорит. Хочу пожелать вам успехов, приобретения тех навыков и знаний, которые положено вам знать. Сборы для десятиклассников длятся пять дней и включают в себя 35 учебных часов. Плюс это допризывная подготовка к службе в армии. Школьники проходят занятия по тактической, физической, военной и медицинской подготовке, оказанию первой медицинской помощи. Ведется строевая и огневая подготовка, изучение общегоинских уставов. Да, я считаю, это отличная подготовка к военной службе, уже призывной. Десятые классы, они дисциплинируются благодаря этим сборам. Я собираюсь стать пилотом гражданской авиации. А потом, когда после обучения, скорее всего, я попытаюсь служить в летных войсках как раз таки. Сборы традиционно проходят на базе ДОСА Автобольска. В этом году они разделены на два потока и завершатся 24 мая. Знаете, год от года ребята у нас приходят, видно более четкая и грамотная подготовка учителей ОБЖ. То есть они приходят у нас уже с какими-то заложенными первоначальными знаниями, которые они потом, естественно, углубляют в течение десятого класса и в одиннадцатом классе закрепляют. То есть растет, во-первых, сознательность, во-вторых, грамотность наших учащихся. Это, конечно, не может не радовать. Сборы – это закрепление и отработка теоретических знаний по ОБЖ, предмету, входящему в школьную программу. Если их пропускают без уважительной причины, в классный журнал ставится оценка неудовлетворительно. С 1 сентября 2024 года военные учебные сборы будут введены в программу предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время. В Тобольске выдано 49 предписаний об устранении выявленных нарушений по внешнему виду фасадов зданий. В городе регулярно проводится мониторинг соблюдения обязательных требований благоустройства. Например, фасады не должны иметь загрязнений, повреждений, разрушения отделочного слоя. Также на наружных светопрозрачных конструкциях не допускается размещать баннерное панно и информационную печатную продукцию в виде объявлений, листовок и тому подобное. По неисполненным подписаниям в сфере благоустройства контролируемые лица привлекаются у нас также к административной ответственности. В настоящий момент подготовлено 34 протокола об административном правонарушении. Материалы направлены на рассмотрение в мировой суд. По трем материалам уже принято решение. Граждане и юридические лица привлечены к административной ответственности и назначены к административной штрафу. Специалисты отмечают, что большинство торговых центров следят за содержанием фасадов. Сегодня православные верующие отмечают Радоницу – день общецерковного упоминовения усопших. Традиционно в этот день посещают кладбище и поминают близких. Как провести родительский день правильно, узнала Наталья Китова. Радоница – день первого упоминовения усопших после Пасхи в традициях православных верующих. Ее отмечают во вторник, после Фомина Воскресения. Сотни добыляков с раннего утра спешат почтить память родных и близких. Ну, это память предков, память родителей, родственников, память рода. В принципе, дань уважения памяти нашим всем людям. Это как бы город мертвых называется. Но у Бога все живы. Мы говорим о своей любви, что мы не забыли дедушек, бабушек, мам, пап, кого нет с нами, родственников. Это памятный день. Мы вспоминаем на Руси, близких, родных, родственников. Это очень важный день для всех нас, чтобы помянуть их, вспомнить, прибрать, так сказать, их дом, где они покоятся с миром. В этот день верующие посещают церковную службу, после которой отправляются на кладбище. В храме можно заказать по умершему поминальную службу и совершить обряд причащения. Молиться можно также дома и на кладбище. Обязательно в церковь сходить, поставить свечечку. Естественно, память. Нельзя принимать алкоголь, громко кричать, ругаться. Ну, непристойно себя вести. Лично для меня это не праздник. Естественно, сразу вспоминаю всех родных, родителей. Многие берут с собой искусственные или свежие цветы и украшают ими могилы. Очищая места погребения, главное не захламлять кладбище мусором. В течение двух недель до и после дней великих праздников и дней особого поминовения усопших бесплатно выдают пакеты для уборки. В рабочие часы погостов можно получить их у входов Завального и Алимасовского кладбищ. По состоянию на сегодняшний день выдано порядка 6 тысяч пакетов, вывезено 550 кубических метров мусора. Сегодня в Радоницу для оперативной уборки собранного мусора задействовано два самосвала, один погрузчик и 10 сотрудников подрядной организации, выполняющие работы по содержанию территорий городских кладбищ. На территории каждого кладбища установлены контейнерные баки. Мусор рекомендуется складывать в них или рядом, чтобы не захламлять территорию. Анастасия Терехова, Наталья Китова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Музей Тобольского Кремля предлагают незабываемое путешествие в прошлое в рамках всероссийской акции «Ночь музеев-2024». 18 мая с 18 часов и до полуночи пройдет насыщенная программа, которая познакомит вас со старинными реликвиями тобольских семей, истории судеб узников тюремного замка, пионерским прошлым губернского музея. Откройте новые грани истории с интерактивными экскурсиями и площадками, квестами, шоу-программами, мастер-классами, спектаклями и концертами. В эту ночь каждый найдет для себя что-то новое и важное, ведь музеи приготовили особую программу. Обладатели Пушкинской карты могут оплатить ей билеты на самые интересные события программы. В 20-х числах мая в Тобольске откроют двери новый ресторан авторской грузинской кухни «Гедонист». Он создан на основе концепции московского ресторана «Гедонист». Меню разработал его шеф-повар Давид Чилидзе. Он кормил гурманов в испанском Сан-Себастьяне, у обладателя 12 звезд Мишлен Мартина Барасатеги, а также во французском Провансе, у обладателя двух звезд Эдуарда Любе. Большой мастер накануне презентовал высокую кухню табаликам. Впечатлениями поделится Ольга Куричко. Стильно, атмосферно, уютно. С первых мгновений ресторан «Гедонист» впечатляет. Очарованное интерьером гости фотографируются и спешат поделиться впечатлениями с друзьями. Не выезжая из Тобольска, они попали в Грузию. В зале есть элементы старины и современности. Даже обозначен ландшафт в виде скалы. В большом зале можно погулять с шумной компанией и уединиться тет-а-тет. Техзадание было создать некий интерьер, который будет включать в себя темные шаманские темы, аутентичные, то есть с элементами дерева, камня и в то же время с элементами лакшери. Потому что это все-таки ресторан, куда наши красивые люди, статусные люди могут прийти и провести хорошее время. Ресторан «Гедонист» уверенно дебютировал в древней столице Сибири. Каждое блюдо – маленькое путешествие на Кавказ. Шеф-повар Давид Челидзе не забыл, что и как готовила его бабушка, и это ему и не мешает смело экспериментировать. Обнаружив в Тобольске ягоду юргу, он сразу ввел ее в гастрономический оборот. Мастер кулинарного искусства, работал с поварами, обладателями звезд Мишлена, в испанской Себастьяне, во французском Провансе, в Лондоне, в Москве, сам показал класс в Сибири. Моя цель, основная цель – это популяризировать грузинскую кухню на весь мир. Сегодня немножко я был в шоке. То, что действительно, то, чем мы занимаемся, что мы делаем, это интересно. Оригинальную рецептуру, яркую подачу классических и авторских грузинских блюд высоко оценили первые посетители ресторана и коллеги. Я считаю, здесь очень стильно, здесь какой-то столичный дух. Мы попробовали паштет, попробовали хачапури и почувствовали этот грузинский вкус. Ресторану, расположенному на бойком месте в центре современного Тобольска, суждено положительно влиять на развитие гастрономического туризма. В городе есть грузинская кухня, но с такими масштабами и грузинская кухня, авторская грузинская кухня, еще и шеф приехал, тоже Давид зовут, шеф приехал, тоже грузин. Хинкали изумительные, начинка из креветок, очень тонкий вкус. Ресторан «Гедонист» стоит посетить и получить удовольствие. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тобольское время. В Тобольске идет сбор заявок на ежегодный конкурс среди садоводов-любителей. В этом году он объединит и дачников из Тобольского района. Конкурс пройдет по шести номинациям. Семейная династия садоводов, лучший цветовод, овощевод, садовое и некоммерческое товарищество и другие. Оценивать труды дачников будет жюри. Каждый год участники удивляют внушительными размерами урожая и разнообразием представленных сортов. Победители конкурса получат денежные сертификаты на приобретение техники и инвентаря для дачи. А лучшее садовое товарищество сможет выиграть 10 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 6 сентября по адресу улица Аптекарская, дом 3, либо по телефону 24 12 45. Спонсор прогноза погоды – сеть аптек Здравсити. Аптека Здравсити дарит летнее настроение и скидку до 20% 17 мая во всех аптеках города Тобольска. Ждем вас по адресам улица Знаменского 79, 4 микрорайон 21, 7 микрорайон 9Б, 15 микрорайон 12А, 15 микрорайон 31. Ждем вас 17 мая в день скидок в аптеках Здравсити. Далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. И до встречи. В Тобольске облачно с прояснениями. Утром плюс 5, днем плюс 8, ночью плюс 2. Ветер западный до 4 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова